Далее делегация вместе с главой республики Рашидом Тимрезовым приняла участие в церемонии награждения знаком отличия дом образцового содержания многоэтажного дома в республиканской столице, расположенного по улице Красноармейская, 85. Александра Коваленко продолжит тему. Этот двухподъездный девятиэтажный дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году. Семь лет назад свои жилищные условия улучшили сразу 180 семей. Он был построен с учетом энергоэффективности, а сегодня здесь появилась табличка «Дом образцового содержания», которая говорит сама за себя, а именно, что внутри и во дворе всегда поддерживается чистота и уют. Поздравить жителей многоквартирного дома со столь высокой оценкой прибыли гости из Москвы. Председателя наблюдательного совета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина заинтересовала спортивно-игровая площадка, совмещенная с автостоянкой. Честно говоря, всю страну проехал в качестве представительного совета Фонда ЖКХ, но я первый раз такое удивительно просто. Я думаю, надо Сергею Семеновичу Собянину рассказать такую историю в Москве, может быть, переменять ваш опыт, потому что есть что посмотреть. Сергей Степашин отметил, что это уже второй дом в Черкесске, удостойный высокой оценки. Всего же по стране многоэтажек с присвоенным статусом чуть более сотни. Я хочу отметить, что Карачаево-Черкесия, скорее всего, в этом году полностью, программа, которая планировалась до 2025 года, это значит, что у нас будут возможности, о чем сказал сейчас Рашид Бориспевич, найти дополнительные финансовые ресурсы. И, наверное, я сейчас первый раз это публично озвучу. Через два года вы будете отмечать, мы будем все вместе отмечать 100-летие Карачаево-Черкесии. И, может, Рашид Бориспевич, скажем так, в 100-летие республики, республика должна быть без аварийного и непригодного для проживания жилья. Глава республики Рашид Тимрезов поблагодарил Сергея Степашина и Константина Цицына за совместную плодотворную работу. Он отметил, что благодаря фонду содействия реформированию ЖКХ, наша республика – одна из первых, в которой закончился первый этап переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Зная ваши отношения и вашу поддержку, Сергей Владимирович, я уверен, что мы также планомерно будем двигаться вперед для того, чтобы все жители Карачаево-Черкесской республики, все жители многоквартирных домов имели такую возможность. А здесь мне, конечно, очень отрадно видеть, в первую очередь, это большое количество детей. И я хочу поблагодарить своих земляков, жителей этих домов, которые сами понимают свою ответственность, свое участие. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, успехов. Знак отличия – дом образцового содержания – вручили директору управляющей компании этого многоквартирного дома Ольге Зиборовой. С 2016 года его обслуживает наша управляющая компания «Плаза». Все это здесь сохранено, приумножено благодаря нашим жильцам, благодаря нашему коллективу, которым огромное-преогромное спасибо, которые всегда принимают с нами участие во всех мероприятиях. Когда жильцы сами заинтересованы в том, чтобы дом содержался в таком образцовом содержании, они нам и помогают, и детишки наши здесь прекрасно себя чувствуют. И все это благодаря тому совместному действию, которое мы здесь оказываем. К этому празднику готовились и маленькие жильцы многоквартирного дома. Дом, в котором мы живем, самый лучший в мире дом. Он большой, многоэтажный и уютный, и прекрасный. Дом любимый бережем, холим и лелеем. Он родной для всех жильцов, малышей и взрослых. Александра Коваленко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.